Вековые сосны, входная группа, повторяющая оформление входа в Смольный дворец, визитная карточка стадиона «Авангард». Он был построен вербовчанами в 1964 году. Это был спортивный комплекс с футбольным полем, трибунами для зрителей, игровыми площадками, беговыми дорожками с секторами для метания диска, копья и толкания ядра. Позже стадион реконструировался, но за последние десятилетия все же заметно обветшал. По поручению главы округа Мурома Евгения Рычкова уже весной на «Авангарде» закипит работа. Он станет центральной площадкой для спорта, для всех жителей городского района и для всех жителей города Мурома. Потому что освещенная лыжня, которую мы открывали в 2012 году, в декабре, пользуется огромной популярностью и приезжает из всего города. Вот точно так же мы планируем сделать хорошую беговую дорожку, восстановить трибуны и другие работы, которые сейчас мы намечаем сделать уже к лету этого года. Куда больших вложений потребует реконструкция, а по сути строительство стадиона имени Николая Гастелло. В мае 2016 года его удалось выкупить ОАО «РЖД». К сожалению, он был доведен до плачевного состояния. За год администрация провела работу по газификации и восстановлению отопления. За это время была и сформирована концепция, которая и ляжет в основу реконструкции легендарной спортивной арены. Это будет центр легкой атлетики нашего округа, возможно, и в Вадимской области. Именно таким мы видим назначение стадиона имени Гастелло. Сделаем, естественно, и другие возможности для других видов спорта, для футбола, для борьбы, для других видов спорта. Но это будет центр легкой атлетики. Поэтому сейчас мы отдельно обсуждаем с тренерами, какие необходимы самые современные, применить технологические решения, для того, чтобы это был самый современный или ультрасовременный центр. Беговой, спринтерский, прыжковый, витание, толкание. Все здесь будет. Работа намечена уже на летний период 2018 года. Реконструкции предстоит колоссальная. Необходимо будет переоборудовать манеж, построить входную группу, застелить новое поле, построить новые трибуны. Завершаем проектные работы сейчас. И, собственно говоря, с летом начинаем заниматься уже строительными работами. Они предстоят очень большие. Дело в том, что здесь не останется практически ничего. Из того, что мы здесь видим, это будет построено все заново. Имя останется, а вот все будет перестроено и построено заново. Вместе с тем администрация округа продолжает строить спортивный городок в парке «Пятидесятилетие». Рядом со стадионом Виктора Лосева уже разбито мини-футбольное поле. Поблизости расположится еще два. Здесь же будет стоять хоккейная коробка, площадка для воркаута, скейтодром и другие. Внимание администрации округа к спортивным объектам, строительство площадок с уличными тренажерами уже приносит свои плоды. В округе в разы увеличилось количество детей, занимающихся футболом. Каждую неделю муромские спортсмены завоевывают новые награды всероссийского и международного уровня. Администрация округа делает все, чтобы как можно больше простых жителей поддерживали здоровый образ жизни. Ольга Келешина, Николай Молоденов, Новости Муром.